Друзья, здравствуйте! Спасибо, что вы с нами. Алексей Гомон меня зовут. Это означает вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон. Сегодня с нами Сергей Ауслендер, израильский военный журналист, автор телеграм-канала «Война с Ордой». Сергей, снова рад вас видеть. Приветствую. Здравствуйте. Найдите в описании ссылку на YouTube-канал Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, гостях у Гордона. Для того, чтобы не пропускать новые видео, также найдете там ссылку на телеграм-канал Сергея Ауслендера. Это любопытно, очень рекомендую всем. Подписывайтесь и лайк этой беседе поставьте, пожалуйста, уже. Потому что будем говорить сегодня об украинской наступательной операции. Есть новости, однако сначала вот о кадрах дня все же. Военный преступник Пригожин опубликовал первое с момента так называемого бунта видеообращение. Якобы находится он в Африке, посреди какой-то, значит, пустыни обращается он к своим зрителям, рассказывает про то, что Вагнер снова набирает людей. И теперь вот для того, чтобы, цитирую, «воевать за справедливость и счастье африканских народов». Ну, значит, рассказывает Пригожин, что температура местная плюс 50, однако это не мешает Вагнеру, как он говорит, продолжать делать Россию великой и кошмарить Аль-Каиду, ИГИЛ и, цитирую, других бандосов. Как думаете, насколько действительно, ну, какая может быть истинная цель поездки Пригожина в Африку, если он действительно там? Ну и, в общем-то, почему это видео сейчас появилось в сети? Ну, во-первых, я не знаю, почему оно сейчас появилось. Вот, у них там свои какие-то соображения. Пригожин в пиар умеет очень хорошо, поэтому вот они там приняли решение сейчас это показать. Во-вторых, не очень понятно, где это происходит. Ну, опять же, вот, как я полагаю, сейчас какой-нибудь энтузиаст это видео геолоцирует, если это получится. Потому что там так как-то снято, я тоже его видел, ну, не привязано к местности. Довольно сложно определить, где это находится. То есть, это вполне может оказаться там какой-нибудь степь, где-нибудь, не знаю, в России, там, или в какой-нибудь пустырь в Белоруссии. Ну, то есть, как бы, при современных средствах снять-то можно что угодно, где угодно, и выдать это как бы за любую местную буквально. Что касается, почему он в Африке, если он в Африке, то вот мне попадались сообщения сегодня, что, ну, там, какие-то инсайды, там, опять же, трудно сказать, насколько им можно доверять, но смысл в том, что их пытаются Шойгу вот развести, как бы удалить максимально, равно удалить, как говорил Путин в свое время, друг от друга, чтобы они там не срались, не грызлись, значит, и этот конфликт таким образом вот урегулировать. То есть, пригожно отправили в Африку освобождать народы Африки, кошмарить там всех подряд. Вот, а Шойгу остался в России, поскольку там между вот этими пресловутыми башнями Кремля, ну, это такое название очень условно, значит, группировками там российской власти происходит постоянная грызня, Пригожин представляет одну, Шойгу другую, и вот решили таким образом, значит, вот их друг от друга подальше отослать, чтобы они уже как бы вот больше не, ну, этот конфликт не вытекал в публичное поле. Я просто вот помню, после того, как, значит, был завершен этот марш справедливости, как его называл военный преступник Пригожин, там, и директор ЦРУ рассказывал о том, что Пригожин, значит, надо держаться подальше от открытых окон, намекая на работу российской спецслужбы. Байден тогда говорил, мол, я бы не увольнял человека, дегустатора, который пробует еду, значит, Пригожина. Ну, и в итоге вот уже там больше, там, сколько, два месяца прошло, и на самом деле все, и деньги вернули наличные, и оружие, и, в общем, показали его все там особняки, пропаганда российская на него наехала, песочила его, и в итоге ничем это не закончилось. Это вот история противостояния между Пригожиным и Шойгу, о которой вот вы напомнили, то есть она, возможно, еще не закончена, и сама история вот Пригожина в российской именно политике, скажем так, она еще там поставлена лишь троеточие, а не точка. Ну, возможно, я опять же не знаю, какие у них там эти все расклады, да, понятно, что Пригожин не может самостоятельно пойти в политику. Вот завтра он ишит, пойду-ка я вот в 24-м году побаллотируюсь в президенты, но это же невозможно, там это так не работает, там нет политики сейчас, поэтому трудно сказать, что он там выберет. Понятно, что в Африке для него сейчас безопаснее, чем в Санкт-Петербурге или в Москве, там для него сложнее добраться в случае чего. Так что все это плюс-минус укладывается вот в эту теорию о том, что его отправили в Африку с глаз долой, там уже сиди там, решай свои дела, свои там дешевты делай с африканцами, там не знаю, что вам, алмазы какие-нибудь там или еще что-нибудь в этом роде. Ну, а заодно освобождай народы Африки, как бы, неси им свет свободы и там еще чего-нибудь. Друзья, ну вы свое мнение можете оставить в комментариях, будет очень любопытно почитать, на самом деле, ваши мысли о том, что будет делать Пригожин в Африке, когда он вернется в Российскую Федерацию, чем он будет заниматься там. Мы будем двигаться дальше, говорим с вами в преддверии Дня Независимости Украины. На самом деле, большого праздника. Главное управление разведки предупредило о том, что, возможно, Россия будет создавать какие-то либо провокации, либо будут серьезные обстрелы. Посмотрим. Я, на самом деле, как один из символов этого праздника расцениваю, вот в очередной раз, во второй раз уже проводятся парад российской техники у нас на Крещатике. Да, тот самый, о котором так мечтали оккупанты, только выглядит он немного не так. Десятки подбитой, сожженной российской военной техники, зенитно-ракетные комплексы, танки, БМП. Все это должно было ехать, значит, парадом. Вот еще тогда, полтора года назад, наверное, уже к марту месяцу планировали, что такой парад приведется. В целом, если оценивать, ну вот в такой день, да, в День Независимости хочется каким-то образом какой-то итог подвести вот этих полутора лет войны. В целом, если говорить о том, как удалось там зафиксировать линию фронта, о том, как, в целом, насколько были реализованы первоначальные задачи оккупационных сил, вот для наших зрителей, возможно, у вас есть соображения? Да, ну, понятно, что первоначальная задача-то была смена режима, вот, то есть захватить Киев за три дня, желательно, и посадить там своего, как бы, какого-нибудь клеврета ручного, Януковича там, или Царева, вот, неважно, кого-то, да, такого, абсолютную марионетку такую, все, и таким образом Украину вернуть в лоно империи. Весь этот план, естественно, в гребезге развалился, это было понятно уже через, я не знаю, три недели кампании, вот, после того, как они убрались из пригородов Киева, вообще, вот, из Киевской области оттуда ушли, стало понятно, он провалился вообще полностью, вот, а дальше, по всей видимости, было принято решение в Кремле, там, Путин, я не знаю, кто конкретно его принимал, но я полагаю, что он, там, со своими всякими, там, близкими признами, о том, что Украину нужно уничтожить, все, вот, Украина, как государство, должно исчезнуть полностью, вот, и, собственно, вот, они начали эту войну на истощение, на вашу, как бы, на ваш успех, скажем так, вот, этих полутора лет, очень сильно повлияла западная военная помощь, тут, вот, нельзя этого не отметить, да, и надо, как бы, спасибо сказать западным партнерам, там есть к ним много претензий всяких и так далее, но факт остается фактом, то есть, два фактора послужили, вот, причиной вашей победы, ваших побед, это потрясающий героизм ваших военных, да, стойкость вашего народа, который объединился, вот, во время этой войны, и западная военная помощь. Так что, итоги войны подводить тут, конечно, очень рано, но факт остается фактом. Главной цели, то есть, подчинить себе Украину, они не достигли. А дальше вопрос, куда это все пойдет и как это будет развиваться, ну, это совершенно отдельная история. Ну, вот, как будет развиваться, сейчас поговорим, друзья, вы поздравления с Днем Независимости, нашим защитникам можете оставить в комментариях, нас смотрит много военных, им будет очень любопытно почитать ваши слова поддержки и ваши поздравления, поэтому, пожалуйста, сделайте это. Действительно, это будет очень символический жест. Об украинской наступательной операции видим на юге продвижение. Вооруженные силы Украины с боем вошли в Работино, в Запорожской области. Оттуда так символично на БМП Брэдли вывозили, значит, мирных жителей. Видео, на самом деле, потрясающее. Бои длились два месяца, сообщали в генеральном штабе, и вот с боем таки удалось в населенный пункт зайти. И вот здесь, конечно, возникает вопрос в контексте того, что осталось буквально пару месяцев до начала сезона дождей, до похолодания. И можно ли сказать, вот, Сергей, что наступательная операция на южном направлении, например, вполне могла уже войти в какую-то решающую фазу? Вот если проанализировать ситуацию нынче, вот как развиваются события, действительно ли вот то, что мы сейчас видим, это вот та самая, как бы, кульминация вот этого наступления на юге? Ну, это зависит от того, введены ли в бой резервы. Потому что я, например, не располагаю такой информацией, ввело ли украинское командование в бой вот основные резервы. Там была какая-то странная история про 82-ю бригаду, про которую что-то написал Форбс, ее после этого начали бомбить активно. Там вот это к вопросу об информационной гигиене же, конечно, надо руки отрывать за такое вот буквально. Но это, ладно, как бы отдельная история. Но факт остается фактом. Если резервы еще до сих пор не введены, или если есть еще резервы, то кульминация еще не достигнут. Вот. Я, кстати, обратил внимание, я вот слежу за всякими Z-пабликами, ну, по работе, не по доброй воле, опять же, не подумайте ничего. Так вот, у них такая, значит, парадигма. Как только ваши освобождают какое-нибудь село, они сразу пишут, а оно и не нужно было нам, это село. Типа, оно вообще никакого значения не имело. Вот сейчас буквально это самое они пишут про работе. Это какая-то там, вот у них даже термин есть, бабка-село. Ну, типа там несколько бабушек живет в этом селе, и, дескать, никакого значения оно не имеет. Ну, они зря меряют бабушка, кстати, эти село, потому что важно не количество жителей в том же работе, насколько я помню, до войны там человек 500 жило, что в этом роде. Важно их значение в системе обороны. Вот работе на это был такой вот ключевой, один из таких ключевых пунктов в их вот этой вот оборонительной системе, в этой линии Суровикин. И поэтому освобождение каждого последующего населенного пункта дает вашим военным очередное преимущество. Поэтому бои продолжаются, время еще есть, чтобы развить успех, время еще есть. Еще, ну, как полтора-два месяца примерно. Вот, опять же, нужно понимать, что наступательная операция, она же всегда развивается там по своей логике, да. Это не так, что вот метр за метром мы вот будем ползти до аж самого побережья Азовского моря. Нет, там есть некий предел, он находится там, грубо еще там километров до него осталось, там 10, насколько я понимаю, после которого открывается оперативный простор, потому что там уже нет таких плотностей минирования, там уже нет таких линий обороны, там вот этого всего нет. И вот там уже можно как бы этот успех развить, но как это все пойдет, трудно сказать, потому что вашим военным, конечно, приходится действовать в каких-то невероятных условиях. Я, честно говоря, вот не знаю, кто бы еще на такое решился, да, на проведение такой операции в таких условиях. При таком соотношении сил, при отсутствии господства в воздухе, там при таких плотностях минирования и так далее, это ну просто ужас какой-то. Но тем не менее, вот им удается продвигаться. Надо запомнить такую вещь. Украина наступает, Россия обороняется. Вот к вопросу об итогах полутора лет войны. Украина наступает, а Россия обороняется. Ну, превосходстве и вообще ситуации в воздухе поговорим чуть позже. Вот тут просто в контексте наступательной операции вот немного смущает количество заголовков громких в западных СМИ, да, которые, в общем-то, в украинском информационном пространстве принято считать авторитетными. И они очень часто выражают такой, ну, именно прям скепсис, да, и в основном ссылаются на какие-то там неназванные источники в тех или иных правительствах. И, в общем-то, скептичное очень отношение к развитию вот этой вот наступательной операции. Вот часто говорят там, да, недостаточный темп. А вот кто его задает? Кто оценивает вот достаточный, недостаточный темп? Что это значит? Так, об этом и речь. Какой темп считался бы достаточным для них? Там 10 километров в сутки? Или там 20 километров в сутки? Или чтобы ваши войска уже находились где-нибудь там в районе Химокс, пригороде Москвы? Ну, то есть вот как, что, что, где, где этот критерий? Его нет. Обстановка на фронте такая, какая она есть. Да, вот как удается продвигаться, так и продвигаются. А что касается этих всех заголовков, ну, во-первых, авторитетность западной прессы уже, по-моему, как бы это сказать, несколько поколеблено всеми этими публикациями. Вот как в New York Times было, когда там темпы в ВСУ, значит, там недостаточно низкие. Или там наступление запуксовало, сегодня они пишут, на следующий день не пишут, и в ВСУ достигли значительных тактических успехов. Вот как с гуся вода буквально. Никакой отсылки к предыдущему материалу, никакого там абзаца о том, что вот мы вчера писали, а сегодня там опровергаем или там вот развиваем эту мысль. Нет, просто вот как в комсомольской правде. Сегодня написали черное, а завтра белое. Так что вот, как бы, западная пресса, надо сказать, тоже существенно изменилась с одной стороны, а с другой стороны нужно еще вот что понимать. Поскольку нет с фронта таких сенсационных новостей, идет плановая работа, ваши продавливают линию обороны, тяжелейшие бои. Но таких прям красивых новостей нет, как во время Харьковской операции. Сегодня Оскол, завтра Лиман, послезавтра Мкупинск или там в другом порядке, неважно, да, когда вот ваши перли там буквально по вот эти самые 15-20 км в сутки. Эти заголовки нужно придумывать, потому что западная пресса точно так же любит кликбейтность, любит просмотры, лайки, комментарии там и тиражи, вот только в электронном виде. Поэтому нужны красивые заголовки. Вот поэтому они и пишутся. Это как вот превью к видео читаешь в Ютубе, да, там, ВСУ прорвали фронт, там идут на ТАКМАК. Открываешь видео, идут бои за работе. Ну, к примеру, ну и так далее. Вот это все то же самое, так что тут удивляться нечему совершенно. Это все нужно делить на 10 и относиться ко всему этому критически. Ну, вот один из заголовков CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов, значит, проанализировав их ответы на несколько одинаковых вопросов, заявила, что Путин пытается затянуть войну в Украине до президентских выборов в Соединенных Штатах в 2024 году, где делает ставку на поражение Байдена, на уменьшение количества военной помощи. И, мол, тогда-то уже, значит, будет каким-то образом, значит, решать, видимо, за столом переговоров, как он планирует, какие-то вопросы территориальные на своих условиях. В целом, ну, я сейчас не о материале об этом, да, и не о политическом, наверное, контексте, а скорее о том, насколько вот по развитию боевых действий со стороны оккупантов, с их использования там вооружения, то, как они развивают свой ВПК, вот можно ли действительно говорить о том, что Путин эту войну планирует затянуть, как минимум, до президентских там выборов в США 2024 года, это осенью получается, то есть еще год минимум. Путин планирует затянуть эту войну до полного уничтожения Украины. Вот до чего он планирует затянуть эту войну. Выборы президентских в Штатах – это промежуточный этап. В 2024 году будут у него выборы, его выборы, как бы, выборы его в президента Российской Федерации, там, очередные, да, если он там не приберет его Господь уже наконец к тебе. Ну да, Песков же говорил, что это не демократия, а так, просто очень дорогая бюрократия выборов. Да, 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 именно, это вот такая видимость, как бы, выборы в Штатах, выборы в Европе, там будут где-нибудь во Франции или Великобритании, или еще что-нибудь такое. И это не, это все промежуточный этап. Он тянет время, он затягивает войну, он войну на истощение ведет, прекрасно понимая разницу потенциалов, разницу, прежде всего, мобилизационного ресурса. В России тупо больше людей в разы, там, по разным оценкам, от пяти до семи раз они вас превосходят в плане мобилизационного потенциала. И поэтому он тянет время, точнее, как бы, вот, ну, вот, ведет эту войну на истощение, имея своей конечной целью уничтожение украинского государства, чтобы Украина исчезла как государство с политической карты мира, а желательно, чтобы еще и с демографической. Вот его цель. А все остальное, это уже такие детали, как бы, и нюансы, на мой взгляд. Так что, ваши коллеги, наши коллеги, вот, и СНН, в общем, или там эти неназванные чиновники, они в каком-то смысле правы. Только не надо это привязывать к выборам, в смысле, к выборам в Соединенных Штатах. Я хочу сказать, что Байден ли победит на тех выборах, Трамп там победит, не имеет значения. И поддержка Украины не исчезнет никуда, потому что там в Америке все по-другому работает, не Россия. Там есть система сдержек и противовесов, и до тех пор, пока общество там настроено на поддержку Украины, оно там настроено так, то там все будет нормально, не важно, кто будет сидеть при этом в Белом доме. И вот там найдут инструменты поставить его на место, если вдруг там покажется, что пора сворачивать эту историю. Проблема вот в том, что идет война на истощение, а война на истощение всегда истощает обе стороны, и ту, и другую.